Водонии 10 января родились. Митрополит Киевский Петр, в миру Петр Макила. Николай Шустав, художник-передвижник. Еще во время учебы в Академии художеств, петербуржец Николай Шустав считался у однокурсников и преподавателей большим талантом. Три серебряных медали и одна малая золотая медаль давали Николаю возможность участвовать в конкурсе на большую золотую медаль. Но после бунта 14 студентов, в котором Шустав принял активное участие, ему пришлось уйти из Академии только с дипломом по результатам сданных работ. Позже из этих 14 бунтарей родилось движение народных художников-передвижников, а сам Шустав стал крупным мастером, работавшим в жанре портрета и исторической живописи. Самыми известными полотнами художника, экспонирующимися сегодня в ведущих русских музеях, стали «Мужик в шубе», портрет промышленника Громова, Ян Грозный у тела убитого инсина. Критики отмечали явные достоинства картины, призывания боярина Михаила Федоровича Романова на царство. Камерность, подача материала, натуралистичность, точность каждой детали. Свет так и горит на лицах его фигур, сколько тельности в оттененных частях лиц, какая сочная кисть, какая разумная лепка. Современники полагали, что в таланте Шустав не уступает своему коллеге-художнику Крамскому. Но, увы, и творческий и жизненный путь Николая Семеновича оказался очень короток, и творческий потенциал его не раскрылся в полную силу. Также 10 января родился Алексей Толстой, писатель, автор романов Петр Первый, гиперболоид инженера Карина. И в этот день 10 января 1198 года состоялась постановка в соборе города Владимира византийской иконы великомученика Дмитрия Солунского. Дмитриевский собор в городе Владимире относится к объектам всемирного культурного наследия и является белокаменным чудом архитектуры 12 века. С сотнями рельефов, точенной ажурной резьбой. Собор был построен по указу великого князя Всеволода Большое Гнездо в качестве главного святого места для будущей княжеской резиденции. Внешний облик Дмитриевского собора периодически менялся, страдает пожаров и многочисленных набегов монголо-татар. Если в начале 19 века на рисунке можно увидеть звонницу и галереи, то на цветной фотографии, сделанной фотографом 20 века Прокудином-Горским, их уже нет. Они были снесены по вине неумелых реставраторов. 200 лет спустя после основания Дмитриевского собора его стены покинула и бесценная реликвия, привезенная из фессалоников князем Всеволодом. Чудотворная икона великомученика Дмитрия Солунского. Она была перенесена в Успенский собор и по преданию служила защитницей войску святого Дмитрия Донского, являясь одним из самых сильных оберегов для русских воинов. 10 января 1702 года государь Петр I сдал указы, запрещающие отныне подписываться уменьшительными именами, падать ниц перед царем, зимой снимать шапки перед дворцом. 10 января 1758 года русские войска в ходе 7-летней войны с Пруссией взяли Кёнигсберг, будущий Калининград. Вскоре все его жители дадут присягу российской императрице, в том числе находившийся там философ Эммануил Кант. 10 января 1910 года в Санкт-Петербурге открылся первый всемирный съезд по борьбе с пьянством. 10 января 1923 года Красная Армия освободила от немецкой оккупации город Кисловодск. 10 января 1969 года состоялся запуск АМС Венера-6. Станция Венера-6 запускалась параллельно со станцией Венера-5. И, как писала советская пресса, с целью полного изучения планеты Венера и получения о ней большого объема научной информации. Многомесячный полет проходил нормально. Уже в мае станция достигла поверхности планеты для того, чтобы собрать данные о физических параметрах и химическом составе венерианской атмосферы. После раскрытия парашюта спускаемая часть аппарата начала движение вниз, сливая на Землю данные о ее небесной соседке. Научный эксперимент оказался удачнее пятерых предыдущих. Шестерке удалось получить данные об освещенности планеты, подтвердив предположение о непрозрачности атмосферы планеты, произвести замеры давления температуры воздуха. Ответ на вопрос, есть ли жизнь на Венере, был фактически получен. Анализ состава атмосферы показал, что она состоит на 97% из углекислого газа, на 2% азота и не более 0,1% кислорода и мизерного количества водяного пара. Всего же за 50 лет к Венере запускалось 19 советских аппаратов, после чего за Венерой в мире закрепилось название «Русской планеты». 10 января 1992 года в России были отменены фиксированные цены на хлеб и молоко. Таким был от 1.10 января.